Рязанцы говорят, что с каждым годом наблюдается все меньше актов вандализма или порчи государственного имущества. Однако некоторые неприятные события горожане все же замечают. Улица Почтовая была украшена большим количеством цветов. Разнообразные виды растений радуют горожан и гостей города на протяжении всего теплого периода. Однако нетронутыми остаются в основном только те цветы, которые принадлежат расположенным здесь кафе и ресторанам. Городские же клумбы по каким-то причинам гости пешеходной улицы систематически уничтожают. Разноцветные петуни хаотичным образом вырваны с корнем сразу на нескольких городских клумбах, расположенных на Почтовой. На месте них появляются окурки от сигарет, жевательные резинки и прочий мусор. Ранее в интернете были распространены фотографии, на которых видно, что вырванные цветы часто просто остаются лежать прямо на земле. И если кто-то вырвал петуни для своего сада, другие просто занимались хулиганством. Однако и тем и другим грозит наказание. Те люди, которые похищают цветы с клумб в больших объемах в корыстных целях, могут получить уголовное наказание. Кража цветов с клумбы будет квалифицирована как уголовное преступление в случае, если она будет совершена тайно и с прямым умыслом. В качестве мотива обязательно должна выступать корысть. Цветы тайно изымаются преступником для своего использования, либо передачи третьим лицам на безвозмездной основе или за определенную плату. Даже если цветы с клумб похищены в небольших количествах, наказание будет все равно. В таком случае противоправное действие может квалифицироваться кодексом об административных правонарушениях, как мелкое хищение чужого имущества. За это злоумышленнику грозит до 15 суток административного ареста. При повторном совершении аналогичного нарушения в течение года после вступления в силу постановления о привлечении к ответственности, злоумышленника ждет уголовное наказание в соответствии со статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи подразумевают наказание в виде лишения свободы сроком до года. Как мы видим, бывает и так, что цветы просто остаются лежать на земле. В таком случае за хулиганство нарушитель может получить 15 суток административного ареста. Такие нарушения не имеют корыстной цели и часто совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Административный арест может наступить независимо от того, совершал ли правонарушитель уничтожение цветов в присутствии посторонних или делал это тайно. Стоит сказать, что вырванные цветы не так давно были замечены не только на почтовой, но и рядом с политехническим университетом. Несмотря на это, как бы не старались хулиганы нарушить баланс красоты в городе, с каждым годом Рязань расцветает. Об этом говорят сами жители. В Рязани я живу очень давно. Центр, конечно, стал выглядеть намного лучше. С годами все улучшается. Радует нас, что вот эту улицу, да, намного она лучше стала выглядеть. Город облагораживается. Очень приятно на это смотреть. Конечно, если сейчас будет так и дальше идти, это будет очень здорово. В центре очень хорошо, приятно смотреть на все это. Помимо цветов, жителям Рязани очень нравится освещение центра города и вымощенные плиткой тротуары. Глядя на создаваемую красоту, люди верят, что вся Рязань со временем преобразится. Вообще у нас еще много заброшенных парков, на самом деле. Если их облагородить и действительно, как в Москве, то есть их оборудовать, я думаю, что поставить лавочки, тропинки сделать. Я думаю, что у нас будет больше парков, это будет намного лучше. Будет побольше, где в Рязани погулять можно. Проблемные точки в городе действительно остаются. Но если сравнивать с тем, как город выглядел еще 10 лет назад, можно сделать вывод, что постепенно внешний вид площадей и парков действительно улучшается. Главное, чтобы такая тенденция продолжилась, а хулиганов становилось все меньше. Ведь красота в городе создается в том числе и для них.